В промышленном районе Самары задержали виновного в краже. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном управлении МВД по Самарской области. Представитель магазина, расположенного на улице Физкультурной, сообщил в полицию, что один из посетителей похитил с прилавка пачку сливочного масла и средства для стирки. На место выехали представители следственной оперативной группы. Изучив все обстоятельства происшествия и записи с камер наблюдения, они вычислили вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Самары. Его задержали. Уголовное дело возбудили по статье кража. В одном из ЖК, расположенных рядом Самары, ликвидировали пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание произошло вечером во вторник, 6 марта, на улице Николая Симонова, напротив дома номер 12, на строительной площадке. Огонь охватил временные вспомогательные строения на площади 80 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные службы. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал. Мобильная группа Самарской таможни задержала на пропускном пункте Оренбургской области фуру, водитель которой пытался незаконно вывезти в Казахстан 20 тонн смазочных масел стоимостью 12 миллионов рублей. Всего было обнаружено 4 бочки и 4404 жестяные канистры с моторным маслом, а также 1200 жестяных канистр с трансмиссионным маслом. На момент пересечения государственной границы России декларация в таможенные органы не подавалась, отметили в ведомстве. В отношении фирмы-отправителя возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Чапаевка в Самарской области восстановили по обоим путям. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Напомним, движение ограничили 4 марта из-за повреждения искусственного сооружения. В тот же день, после того, как специалисты провели обследование железнодорожного моста и убедились в безопасности, движение поездов открыли по одному пути. В ходе восстановительных мероприятий по соседнему пути была установлена страховочная опора. Основание моста укреплено бутовым камнем. Жители регионов ПФО приняли участие в опросе и рассказали о своих приоритетах на 2024 год. Исследование провела рекрутерская компания. Больше половины, 67% опрошенных, назвали основными приоритетами работу и карьеру. Среди этой части респондентов больше всего оказалось IT-специалистов и маркетологов. Другая половина участников опроса, 48% респондентов, сказали, что намерены заняться саморазвитием. В их числе преобладают работники IT-сферы, медиа и искусства. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа. Поэтому, помимо названных приоритетов, для волжан оказались важны повышение образования, поддержка здоровья, занятия спортом и хобби. И, конечно же, значительную часть времени опрошенные готовы уделить своей семье. Этот вариант ответа выбрали 43% респондентов. Курс семьеведения появится в школах России в этом году, но не станет обязательным предметом. Об этом заявила вице-премьера Российской Федерации Татьяна Голикова на просветительском марафоне «Знание первой» на Всемирном фестивале молодежи. По словам вице-премьера, занятия по курсу будут проходить в формате беседы с психологами и историками. Детям будут рассказывать о том, что такое семья и семейные традиции, и почему они важны. Татьяна Голикова подчеркнула, что школьникам не будут указывать, как поступать в той или иной ситуации, а дадут разъяснение для того, чтобы они приняли самостоятельное решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова